Всем привет! Это проект «Все без воды» и я, Андрей Байлов. Сегодня мы с вами поговорим о ссылках с мордой или статей. Что лучше? Подписчик канала спрашивает, стоит ли использовать арендные ссылки с мордой, при том, что донор нормальный, или лучше использовать ссылки из статей условно-вечной? Это зависит от выбранной стратегии выбранной поисковой системы. Итак, если ваша задача продвинуться в гугле, ну, неважно, в российском гугле, либо в западном гугле, ну, в общем, в любой стране, где у гугла доминирующая позиция, то вам нужны ссылки с мордой. Ссылки с мордой, как правило, при прочих равных, ну, там есть свои нюансы, но в большинстве случаев ссылки с мордой дают заметно больше эффект. Морда, для тех, кто тоже не часто меня смотрит, морда — это главная страница сайта, то есть такое сленговое обозначение. Вот ссылки с главной страницы гораздо более сильный эффект дают, как правило, чем из внутренних страниц. Почему? Потому что для гугла вес имеет перестепенное значение передаваемый, ну, то, что раньше называлось пейджеранком, и на главной странице он просто гораздо больше, чем на любой внутренней почти всегда. Это если под гугл. Если мы говорим про Яндекс, то в Яндексе не так однозначно. И, ну, я обычно рекомендую миксовать, ну, и мы в своей стратегии тоже миксуем, мы используем и внутренние страницы, и ссылки с внутренних страниц, и с Морд, и с Квозняки, ну, то есть ссылка расположена на всех страницах с сайта донора. Но в целом Яндекс приемлет ссылки с многих внутренних страниц, и поэтому, ну, и анкорная составляющая там более важна, чем в Гугле. И поэтому, ну, как правило, стратегия под Яндекс строится все-таки на ссылках и со статей. Насчет того, что арендные или вечные, ну, здесь зависит от того, как договоритесь, но найти вечную ссылку с Мордой, с чужого сайта, ну, крайне сложная задача, то есть таких нормальных почти нет. Поэтому с внутренних страниц, когда вы ставите, то мы обычно ставим вечные, а с Мордой, с главной страницы, если это чужой сайт, то мы ставим арендные, ну, то есть договариваемся о ежемесячной оплате за них. И там есть, ну, нюанс с этой арендной, потому что, ну, если мы говорим про Гугл, то продажность донора – это, ну, весомая штука. То есть если вы закупаете на бирже арендных ссылок и ставите ссылку с Мордой, то имейте в виду, что заметная часть этих ссылок не отработает так, как вам нужно. И поэтому неплохо нарабатывать в своей тематике отношения с владельцами площадок, которые не продают ссылки в биржах, ну, и вообще их практически не продают. Ну, то есть это то, что называется на западе аутрич, то есть когда вы договариваетесь с владельцем площадки вручную, а не через биржу. И договорить, что вот я у вас у тебя размещу на Мордой ссылку. Неплохо, если это будет оформлено каким-то образом, ну, как реклама. То есть такой рекламный блок, еще в видимой части страницы. Вот. То есть у нас есть такие партнеры, которые предоставляют нам, ну, такие большой довольно полплощадок. У нас есть свои договоренности, плюс вот партнерские истории. Там, где как раз массово продаются как раз ссылки с Морд, с сайтов, которые не продают ссылки нигде. Вот эта штука отрабатывает довольно хорошо. Вот. А, и последнее. Чуть не забыл. Это последний вариант, это когда вы ставите ссылки с Мордой вечные, когда это ваш сайт. То есть когда вы делаете сетку PBN, так называемую. Ну, так, PBN это Private Block Network изначально было. Сейчас это, ну, как просто такая частная сеть сайтов, которая принадлежит вам, ну, либо подконтрольному вам реальному или нереальному человеку, и вы с ними можете делать все, что угодно. И тогда вы просто один раз поторговались за дропдомен, выложили туда какой-то контент старый или новый, и повесили на морду ссылку, и вот она будет вечная, условно, ну, пока вы продляете сам домен, и она будет, ну, как бы, отрабатывать под Google прям, как правило, нормально. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях, и успехов вам в продвижении ваших проектов, и мирного неба над головой. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»